Я понял. Мы здесь для того, чтобы людям возвестить о Христе, потому что здесь много зла, прелюбодеяния. Вот если есть желание что-то спросить, только чтобы без руганий, то мы готовы с вами... Ну, я, ну, каждый раз свое мнение, каждую свою политику, то есть, никого никогда не осуждаю, каждую мою послуги. То есть, мы... Я вообще, человек такого, правда, то есть, понимаешь, музыка. Мы говорим о спасении во Христе, что Христос умер за наши грехи. Ну, может быть, и так это как-то есть. Потому что все мы будем умирать. Без жертвы Христа никто не спасется. Без пролития крови нет прощения грехов. Ну, еще как говорится, я готов заклониться. Значит, вы не нуждаетесь в этом, да? Нет, я все в этом... Хорошо. Нормально, кажется, как это слово, головой всего летает, чуть не разнулся толком. Алтайский край? Да, Акбарнаул город, столица наша. Мы пришли православные люди сюда, чтобы людям рассказать о Боге, о Христе. Здесь много зла, голые мужчины. Мусульман процента 80. Как их сюда накинуло столько? А вы знаете, почему мусульман много? Нет. Потому что мусульмане имеют разрешение четыре жены иметь. И за каждую надо колым платить хорошие. А тут бесплатно 44, все голые. Больше четырех даже можно же вообще-то. А не четырех? Мы проповедуем Христа распятого. Только не ругать себя прошу, чтобы по-хорошему. Мы строим православную деревню. У нас очень большие ресурсы. Вот в Ютубе, если зарядите, во свете Библии. У вас священная книга-то своя есть. А у нас, видите, какая вот называется? Библия. Библия. Я знаю. Я знаю. Вот мы о ней беседуем. Если вы зайдете на наш Ютуб, там очень много. У нас 14 с половиной тысяч роликов только. Как мы ездили... Нам это неинтересно. Неинтересно. Вам интересно это? Потому что мы проехали с миссионерской поездкой 6 мусульманских республик Турции. А вам, говорите, неинтересно. Даже еще не слушали. Уже неинтересно. А голая бабенка сейчас бы интересно было. Да нет. Еще нет. Я знаю вас. Женатый, женатый. Вот это женатый. Жена рядом вообще. Зачем? Ну да. Жена тебе позволила бы тут голому валять себя около дороги. Она бы тебя подняла, одела. Да, варяйте, молодцы. Безобразия тут большие. Как Содом и Гоморра. Я когда говорю, другим мой говорят, не, мусульмане тут раздетые не бывают. Я говорю, а где у них еще? Мы за ребятами сейчас тут сидим, ребятами. Можно вообще сесть, так разговаривать. Тут вообще ничего такого нет. Да не с ребятами. Ну да ребят, зачем ты нужен такой голый-то? Ясно дело, ты кого ты обманываешь? Мне 80 лет. Я тебе футболки зажду. Ну вам сколько? Вам сколько лет? Лет 40-то есть? Мне? Да. И что? Не 25. Откуда же я знаю? Это мне 80. Я маленьких людей знаю. Мы жили в мусульманской республике, в Киргизии. Мы все время с ними встречаемся. Встречаемся. Вот. Спрашивают, говорит, а вы нашу книгу знаете? Я говорю, у меня написано 38 книг, томов, и один посвящен Корану. Я его разбираю по сурам и аятам, в сравнении с Библией. Что о мусульманах было сказано за 1300 лет? Я спрашиваю, скажите, я говорю, вот у мусульман самое ценное что? За что надо двумя руками держаться? Ну, содружество. Я говорю, а содружество-то чего оно будет? Они не знают. Я говорю, самое ценное у мусульман намаз. Намаз пятикратный в день молиться. Вот. Это самое ценное. И когда мы проехали до Лиссабона, от Владивостока до Португалии, нам везде встречались мусульмане. Ни одного не было, который был бы против. Везде по-хорошему. Они, когда мы молимся, они знают, от нас вреда не будет. Я за нож не возьмусь и стрелять не буду. Раз мы молимся, мы Богу посвящаем себя, Господь, да будет воля Твоя. Мы были в Азербайджане, и там в доме мулы ночевали, а потом пошли вместе в мечеть. Мы молились по-своему, и там кланялись, а потом была беседа большая. А где-то мы в Каспийске были, там в библиотеку ходить, я в библиотеке книги дарил свои. По 38 томов, 650 городов прошли. И там написано, стрелка, комната для намаза. А директор – мужчина. Мы сфотографировались, я книги им подарил. И говорим, а помолиться можно? Он говорит, да какой вопрос? Он сразу раз позвонил, комнату открыли, мы разулись. Зашли, помолились, а потом последний поклон сделали, как у мусульман. Просили мира. А у них там неспокойная обстановка была в Дагестане. Нам известно это учение. Наше учение возникло на 6 столетий раньше. Потому что ваш представитель, Мухаммад, он умер в 632 году от Рождества Христова. Поэтому мы говорим, что спасение, Христос умер за наши грехи. Мы людям свидетельствуем об этом. Он за меня ответил. Вот в южных странах у них там разрешается так, допустим, человек-должник. Ну, его арестовывают. А он звонит там кому-то и скажет, ты за меня заплати. За него заплатили, его выпустили. А другой серьезно, там что-то. И он говорит, у меня дети, а брат молодой может? Он говорит, пожалуйста, нам какая разница. Заменяют друг друга. Раньше так и было всегда. А за нас Христос умер. Он взял мои грехи и пострадал. Нам приходится беседовать там мулы. Мы в доме мулы ночевали в Азербайджане. Хорошая беседа была. Люди очень грамотные. Жена у него на четырех языках знает, разговаривает. А он на шести языках. У них и Библия, и Коран, и Тора еврейская. Мы все сняли на нашем Ютубе. Он называется «Во свете Библии» наш канал. У нас большой канал. 14 500 роликов только. Мы деревню православную строим с нуля. К нам мусульмане приезжают. Каждый год они что-то покупают. У них то ли нету, там картошку покупают. Вот так. Спасибо. Храни Господь вас. Ищите Бога, пока Он близко. Да. Желаете поговорить о Божественном, о Вечности, о жизни своей? Можете задавать вопросы. Мы православные христиане, город Барнаул. Свидетельствуем о Боге, о Вечности, что Христос умер за наши грехи. И веруя в Него, человек имеет жизнь вечную. Мы строим православную деревню. У нас кто докажет, что он не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. Тогда разговариваем с ним. Православная деревня. Она одна на всю Россию такая. Устав свой. Где это вы, в Барнауле? Да, в Барнауле. А деревню-то строим на 150 километров дальше, туда, к Кулунде. По железнодорожной ветке. Если какие у вас вопросы есть, там, по детям, по работе, по жизни, я постараюсь вам ответить. Так быстро, что-то никаких вопросов нет. Ну, вопросы-то есть. Вы просто неожиданно для вас так их. Этот чат-рулетка-то, он, может, для хорошего дела был сделан. Я знаю, кто его сделал. Андрей Терновский. Школьник, двоечник. 17-летний мальчишка вот это организовал. А тут сейчас блуд творят. Что попало делается? Тут такое безобразие. Половина мужиков голая. Процентов 80 мусульмане. Девчонки маленькие там показывают, там, постели, имитируют, половые акты. То есть сумасшедшие. Это Содом и Гаморра. И мы пришли сюда, чтобы людям рассказать о Боге. О жизни вещи. Что за всю эту мерзость придется отвечать после смерти на суде Божьем. Так жить нельзя. Жить надо для Бога. Свято. Господь говорит, будьте святы, как я свят. Мы знаем. Мы тоже любим. У вас церковь-то есть там? У нас церковь Шимановская и протестантская. И православная есть. И православная есть. Значит, вы знаете, о чем я говорю? Как эта книга называется? Библия. Библия. Мы читаем. Читаете. У нас она полная. 77 книг. А у протестантов 66. А они на 11 книг отняли от них. У нас протестанты с целыми... А 11 книг они отбросили, вырвали из книги. Вы даже не знаете про это. А 11 книг выбросили сектанты. Выбросили. Сектанты. Почему сектанты? Ну, потому что не церковь. Только не обижайтесь. Это так и есть. Церковь Христос говорит. Создам церковь. Церковь. Не церкви. А раз церковь, она одна. Идет от апостольских времен. А баптисты-то в 17 веке только появились. Дальше субботники, адмитисты. Так мы же не баптисты. Евангелисты. Да, евангелистов только 4 было. Опять обман. Евангелисты 4. Матфея, Марк, Лука, Ян. Больше не было и не будет. А мы, евангелисты, ну, мы можем назвать себя богинями. Но это же не так. Но Евангелие, это же слово нести в мир. А это называется благовестники, проповедники, миссионеры. Ну, проповедники. О, проповедники, миссионеры, да. Проповедник. Вот миссионеры. Да, миссионеры. О, вот проповедник, это любой может быть. Хороший проповедник был Адольф Гитлер. Он идею проповедовал. Ленин проповедовал проповедник. Фидель Кастро, Троцки – это сильные проповедники заблуждения. А вот благовестники – те, которые несут радостную весть о Христе, что Иисус умер за нас, воскрес – это благовестники. А миссионеры – это те, которые идут по два человека, которыми Дух Святой руководит полностью. А они не знают, что сказать. Бог полагает мыслями, в какой обстановке. У них особое поприще, идут по другим странам. Вот миссионерская поездка у нас была. Мне Господь позволил написать книги, 38 томов книг моих. И мы решили их подарить. Мы в Барнауле доехали до Владивостока, порт Находка. Вернулись, книги забросили туда границу, а потом проехали Португалию, Лиссабон. Прошли Турцию, Скандинавию, Прибалтику. Мы 650 городов посетили. И везде, Лореонный центр, и везде дарили 38 томов книг. На 35 миллионов подарили. Вот это миссия. Миссия, ее нельзя повторить никому. Это миссионерская поездка. А благовестники, да. Это добро. С кафедры проповедники выходят. Проповедники, миссионеры. Там бывают миссионеры, но очень редко. Пасха у нас будет через 4 недели. Я ничего не поняла. Сейчас идет пост, да? Пост идет еще 4 недели, поста будет. После Пасхи? Ну почему? До Пасхи? А после Пасхи-то какой там Петров? А вот если... Ну вот я говорю, я говорю, сейчас идет. Да, сейчас пост. Если вы желаете попасть к нам на YouTube... У нас YouTube называется канал «Во свете Библии». «Во свете Библии» называется канал. «Дивные дела Божьи». Вот встретили человека, хоть одеты. А то мужики одни валяются, голые. А-а-а. Ну понятно. Понятно. Вот как. Ага. О-о-о. Вот видите как. Смотрите, я вам покажу. Вот, мы сюда пришли, потому что тут много безобразия всяких творится, голые А вот я думаю, а почему голые-то? А голые вот почему Раньше, если человек хотел познакомиться с женщиной, он показывал, какое у него состояние, что ты за мной, как за горой, надежная А сейчас показывает гол, как сокол, ничего нету, кроме нижней части, поэтому они раздеты, все на виду Процентов 80 мусульмане Мусульмане, а почему? Они привыкли многоженством заниматься Вот, а православные христиане, вот мы пришли сюда проповедовать о Христе Что этот Содом и Гоморра должны осветиться евангельским светом Чтобы люди покаялись, пришли к Богу Вот, если у вас какие-то вопросы есть, божественные там какие-то, можете задать Только чтобы не ругались, чисто были Вы можете на наш Ютуб зайти, называется «Во свете Библии» «Во свете Библии» Это очень большой канал у нас, 14,5 тысяч роликов А если вам нужно будет по скайпу поговорить, вы зарядите Игнатий Лапкин Я один с этой фамилией Игнатий Лапкин Если вы зарядите «Во свете Библии» сайт напишите, там наш сайт, огромный сайт Там 50 книг моим голосом насчитаны Библия, Златоуз, Жития, Архипелаг, Гулаг Сайт Это уже не Ютуб, а сайт А если «Во свете Библии» напишите форум, зайдете на форум, там 1600 тем То есть у нас очень богатые ресурсы Вот в моем мире, мой мир тоже, Игнатий Лапкин, там 22 тысячи фотографий Мы деревню православную с нуля строим Просто 21 тысяча сил разрушены И мы добились разрешения, получили Ну и начали строить Первый раз с человеком разговариваем, кто желает поселиться Чтобы доказал, что он не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует Вот так Ну если вопросы есть, пожалуйста Можете задать Слава Господу Вот Если я говорю по скайпу, подумайте, у вас будет желание поговорить, задать Просто Игнатий Лапкин запишите Я в скайпе один такой в интернете Фамилия такая Игнатий, так здесь нет больше никого Если у вас никаких вопросов нету, то тогда я буду прощаться с вами До свидания, храни вас Господь Чтобы с ребенком разговаривать, желательно, чтобы родители были Что я тебя плохому не научу Мы православные, зовем, чтобы дети Дети, чтобы в храм ходили У вас церковь-то есть там православная? Ну да, есть А вы ходите в нее, нет? Ну да, ходим Ну ходите И ты ходишь там, исповедуешься, причащаешься? Ну да, когда надо Вот Ну так молодец ты парень-то, смотри А сколько тебе лет? Восемь Восемь? Так ты и считать умеешь Еще себе О-о-о Какой ты молодец А вот такая книга Ты видал такую книгу? Что тут написано? Считай Библия О-о-о Вот Надо, чтобы у вас такая книга была Как Ян Зартаус говорит И она книга, это говорит, в доме Вот Тогда будете считать Она недоступна для демонов делается Вот как Я был начальник детского лагеря много лет 45 лет Вот такие у меня ребятишки в лагере были Ну купались, за ягодами ходили Работаем, дрова себе заготавливаем В огороде Убираем У нас все свое есть На лодках плавали На лошадях катались По деревьям лазили Это очень интересно Вот Ты если запомнишь меня Можешь сказать Родители будут Лапкин и Игнатий Деда из Барнаула И они могут выйти Вы всегда тут общаетесь Можем поговорить Можем поговорить Только чтобы не ругались Тут очень много зла Вот здесь, в этом месте Мужики голые валяются Прямо на каждом шагу Только смотришь один за другим Я говорю, раньше Когда знакомились с женщиной Мужчина Старался показать Он или офицер Какой он Чтобы ты за него выйдешь замуж Чтобы ты была как за каменной стеной А сейчас ничего нет Голые валяются Гол как сокол И хвалятся только тем Что у него ниже пояса Совсем бедные мужики стали Голые Даже одежды нет А вы то что тут Так погромче Поближе к микрофону Я говорю, а вы что здесь А мы узнали Что здесь Содом и Гаморра Что люди делают Тут прямо совокупляются Безобразие Мы пришли рассказать о Христе О Боге Что за все будет суд Божий Чтобы люди верили в Бога Я им показываю Вот мы ходим в церковь Вот у нас книга какая А когда люди не верят в Бога Они бесчестные Пьяницы царствия Божия не наследуют Если кто во Христа не верит Он никакой Верующий в Сына Божия Имеет жизнь вечную Веришь А в церковь ходишь? Нет, не было еще такого же церкви Только не ругайтесь Чтобы ни одного слова плохого Чтобы не сказали Хорошо, хорошо Нет, Бабушка Так Мы говорим о Христе Спасителе Вы что там идете или что? Что говорите? Что-то трясется у вас все Экран-то А я просто иду Вот как Ладно, до свидания До свидания с Богом День Мы Откуда будете? Зашли сюда людям рассказать о Христе Потому что здесь много греха Что попало делают Мужчины голые валяются Как скотина совокупляется все А мы проповедники Говорим о Христе О спасении Чтобы люди верили в Бога Что Христос умер за грехи людей Зовет покаяние Потому что Какая же это жизнь? Ну? Я говорю Смотри Раньше было как Если мужчина Какой-то женщине Хочет понравиться Он показан Как он богато одетый Какая у него должность А сейчас наоборот К женщинам идет Голые валяются Ничего нет Гол как сокол Угу Ну и раз голый Значит ты голодный Бери меня Корми Мы свидетельствуем людям о Боге Да Да Если у вас есть желание Больше узнать Можете зайти на наш Ютуб Канал называется Во свете Библии Огромный 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 14,5 тысяч Роликов У нас там Мы строим Православную деревню С нуля Где они Питнику А? Где строите? Алтайский край А вы с Алтая? Да Мы с Алтая 150 км От Барнаула По ветке Барнаула Кулунда А я знаю Дед Лес Красноярска Ну это соседи наши Ну я знаю Дед Вот Нам возят Мед Продают С Алтая А Вон как Ну Алтай Мед Возят Алтайский Вот Если по скайпу Вы когда-нибудь Надумаете Вам нужно будет Что-то Знать Божественное Вы зарядите Игнатий Лапкин Это мои данные Я там один В интернете Только С этой фамилией С именем Ну что я понял Это по скайпу Если Если у вас Вопросов нету То Божественных Вопросов То можем Простите Храни вас Господь До свидания